Итак, всем приветик! Вы снова смотрите видео на канале Латуха показывает. Видео будет сейчас посвящено телефонам, которые не очень, так скажем так, хорошо блокируют экран при звонке. То есть или у них нет датчика приближения, как у Blackview A7, или у них, например, беда с датчиком приближения, как у Blackview BV6000 у половины людей. Половина, конечно, у них всё нормально. Ну или что-то у вас там случилось, произошло, и вы хотите, чтобы у вас каким-то тем или иным образом блокировался экран при звонке, но не штатным. Ну, во-первых, покажу, к чему это нужно всё. Вот, например, A7 считает, что у него есть датчик приближения. Но вы хоть уводитесь, ничего не происходит. Почему? Потому что у него датчик приближения как бы совмещен с верхней частью емкостного тача. Я думаю, вы видите. Так вот, когда вы, например, в шапке, он не сработает. Когда вы касаетесь точечно, если у вас ухо, скажем так, выпуклое, он тоже не сработает. Ему нужно прижатие к большой площади. Ну вот, если у вас уши не той системы, если у вас, извините, ещё какие-нибудь там накладки, и вот эта фишка, она не работает, тогда существует софт. Софт можно скачать из маркета, но я сейчас перебирал все популярные на эту тематику программки. Вот блокировка экрана при звонке. Могу сказать одно. Вот этот хочет денег. Нормально будет работать только в ломаном или оплаченном варианте. Вот этот, ну он как-то глупо работает. Рисуется здесь замочек, здесь ключик. То есть нажимая сюда ничего не происходит. То есть всю вот эту зону. Но в левый верхний угол ухом нажмёте, блок снимется. Поэтому тоже не попадает. Вот посмотрел вот эту программульку, она мне в принципе понравилась. Всё, что она делает, тут описано. Она просто тупо гасит экран, на котором горит надпись, что типа, хотите снять блок, нажмите кнопочку назад. То есть единственный вариант снять блокировку при звонке, это нажатием кнопки назад. Сейчас я это продемонстрирую, потому что работа наипростейшая, но она мне в принципе понравилась. Берём, например, звоним на этот телефон. Могу погасили. Нажимаем позвонить. Надеюсь сигнала хватит. Многие, кто уже давно смотрит мой канал, знают, что у меня на столе этот приём не ахти. Теле 2 так вообще почти не берёт. Вот, например, мы приняли вызов. И экран заблокировался. Всё. Как вы видите, только горит надпись. Хоть ты что делай, а нифига. А вот шторка каким-то чудом вызвалась. Ну ладно, ухом, надеюсь, шторку вызывать не будете. А всё остальное как бы уже держит. Единственный вариант снять блок, это нажать так, потом нажать так. То есть нажав вот эту галочку, вы отменяете блокировку. Можно ли её поставить второй раз принудительно? Это, кстати, сейчас проверим. Например, звонок второй раз. Ну вот, мы допустим, приняли. Нажали. А теперь хотим опять, чтобы поставилось. Никак? Нет. Вот второй раз она уже сама не нажмётся. Вот единственный, наверное, косяк этой программульки. То, что если вы поболтали... Ну ладно, кто в теме, на самом деле, скажу ещё проще. Достаточно сделать вот так. Уже никакая программа не нужна. Но если вы после этого случайно нажали на зажигание экрана, то можно всё равно что-то нажать. Ну и также плюс этой программульки, то, что она автоматически перехватывает исходящий вызов. Так. Звоним опять. Только теперь отсюда туда. Ну видите, что она уже перехватила. И ничего не даёт делать. Опустим, приняли. Ну опять можно разговаривать, ничего не будет. На-на-на. Несмотря так, говорю, опустить шторку. Шторки, кстати, случайно можно и завершить. Ну, это уже другой вопрос. Например, вот на этом телефоне шторку, хоть и опускайся, там ничего важного нет. Вот это, в принципе, плюс вот этой модели. Ладно. Это было коротенькое видео, как заблокировать экран дополнительно при звонке. От латухи с его то ли грязными руками, как некоторые говорят, то ли нифига нехорошими покрытиями на плёночках. Здесь на телефоне плёночка, которая очень легко помарается. Хотя... А нифига, это даже не плёночка, это стекло такое. Ну ладно. Вот уже что-то поломал. Я думаю, всем достаточно того, что посмотрели небольшой экскурс. Если у вас есть идея заблокировать экран, можно не останавливаться на этих программах, можно ещё поискать на 4ПД. Там их ещё больше. Всем пока, удачи, до связи. Если кому-то это понравилось, напоминаю, я буду рад, если вы подпишетесь. Чао. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.